Ребята, зритель вас ждёт. Кого будете благодарить? Мы по традиции хотим поблагодарить Кандельскую компанию «Лукас» и хотим поздравить её с установлением целых четырёх рекордов Украины. Ну и сегодня, конечно, мы надеемся, что побьём свой собственный рекорд в Лиге Смеха и сделаем ещё один шажочек, нам будет и к финалу. Зритель, держи! Зритель, встречай! Поехали, ребят, удачи! Добрый вечер, Киев, на сцене «Казаки». Кто вам такое сказал? Вы даже не выглядите, как казаки, ребята. Где ваши шаровары, а? Шаровары — это прошлое! А чё ты своего прошлого стесняешься, а? Как Ляшко, ей-богу. Вы хотя бы обряд посвящения в казаки проходили. В смысле обряд посвящения? О-о-о! Короче, проходим экспресс обряд посвящения в казаки. Значит, ты и ты. Иди сюда, вставай. Здесь вставай. Вот так вот, да, обнимай, так. Ты сверху. Крепко держи, крепко. Так, теперь ты, бери яблоко, ставь на голову. Ты, одевай повязку. Одевай, 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 одевай. С закрытыми глазами ты должен снести ему яблоко. Давай, поехали! А я точно стану казаком? Точно, точно, давай. Эй, а я точно стану казаком? Я тебе больше скажу. Ты можешь двумя казаками стать. Давай. Давай! Слышь, а нам что делать? А вы что хотите, то и делайте, вас уже никуда не возьмут все равно. Давай! Эй, парни, что мы вообще его слушаем? Да отпусти меня. Игорь, мы вообще взрослая команда, и скоро будем сами зарабатывать деньги своим юмором. Понял? Серьезно? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. А ну-ка. Ты что там делаешь? Я просто сейчас одну очень интересную передачу веду. И теперь со спины могу определять, может человек заработать деньги юмором или нет. Поэтому у вас есть одна минута, и она начинается прямо сейчас. Эй! Зачем вы время тратите на это? Дорогие друзья, история донесла до нас портреты великих украинских гетьманов в очень мужественных и героических образах. Но нашей команде кажется, что гетьман мог быть и таким. Где художник? Здравствуйте, я здесь. Здравствуйте. Короче, меня вот так вот нарисуйте минимум. В три раза лучше. Конечно, присаживайтесь. Чё? Ты вообще видишь, кто перед тобой стоит? Перед тобой гетьман. Баб своих голых будешь на стуле рисовать, понял? Меня в полный рост рисуй. С булавой. Да как скажете. Давайте вы вот так вот кулак главный держите, а я вам булаву потом дорисую. Слышишь, ты? Школьники в учебниках потом будут дорисовывать, понял? А меня с натуры молюй. Полный рост. Чё, я булаву, что ли, не подниму? Давай. Хорошо. Всё, нарисовал? Да я только эскиз заканчиваю. Давай быстрей. Нарисовал? Овал лица вывожу. Да какой нафиг овал лица? Руку рисуй. Ну куда вы руку опустили? Я же её рисую. Кто опустил? Ой. Ты чё? Да чтоб гетьман булаву опустил, ты. Потрогай, какая у меня рука мощная. Выше, выше потрогай. Вот так, да. Да. Хорошо. Всё, давай рисуй быстрей. Хорошо. Так, рука готова. Лицо рисуй быстрей. Отлично. Ну, куда вы отворачиваетесь постоянно? Я же лицо рисую. Кто отворачивается? Ты чё, краски нанюхался, что ли? Рисуй давай. Что не так? Я вообще-то картину в полный рост пишу. Времени нет, пиши по пояс быстрей. Можно последнее замечание? Да ты задолбал! Ну, вы булавой лицо закрыли. Вы можете её убрать? Да, конечно. Ну вот. А ну, показывай. Нормально. Нравится мне, молодец. Я очень рад, что вам понравилось. Вместо этого повесишь, понял? Дорогие друзья, многим может показаться, что стать казаком было очень просто. Но на самом деле, чтобы попасть в ряды Запорожской сечи, нужно было пройти очень жёсткий отбор. Здравствуйте. Ну, здорово, как злать тебя? Юрий Красноречивый. И? Всё? Да какой с него казак? У него даже усов нет. Не переживайте, обязательно вырастут. Тем более я в мать пошёл. Каким видом оружия владеешь? Щитом. Чудак, щит — это не оружие. Так говорят люди, которых никогда не били щитом. Ты хоть знаешь, что настоящий казак должен принимать решение незамедлительно? Чё это было? Ну, я принял такое решение. Может, его на вышку дозорным поставим? Ты свистеть-то хоть умеешь? Умею. А можно руки с милом помыть? Да помой. А руки зачем помыл? Ну, так вы ж разрешили. Значит, слушай меня сюда. Щас, секундочку. Алё? Та ладно. А ты шо? А он шо? Та ты шо? Так, а ну, вылазь оттуда! Извините, там просто темно, потерялся. Трёмный он какой-то. Не подходишь ты нам. А вам такой человечек, как Богдан Хмельницкий, о чём-то говорит? Ну, конечно, это великий гетчман. А что? Так, может быть, он поможет решить наш вопросик. Пошёл он отсюда! Во времена казачества гонца, который принёс плохую весть, могли казнить прямо на месте. Итак, представьте, всем известное письмо казаков турецкому султану дошло до своего адресата. Эй, ну где этот гонец? Я его уже две минуты жду. Эй, я здесь, я здесь, я уже пять минут здесь, я по телефону с женой разговариваю, можно договорюсь? Давай быстрее! Алло, Фатима. Короче, тут, походу, такой замес начинается. Да, слушай, ты бери всех детей, наверное, в повозку Грузии и туда куда-нибудь, да, в Европу, да, к родственникам, к Германию, да, давай. Да, всё, давай. Ну чё? Привет. Привет. Мне же там письмо пришло, да? Да, вот, письмо пришло тебе, тебе постоянно письма приходят. От кого? От этих, как его, вот это, шара, как они, как, шара? Шарамыжники? Не, шароварщики. Шарамыжники восточные, шароварщики. Ну, читай, интересно же. Нет, тебе тысячи писем приходят, ты именно это хочешь почитать, да? Давай читай. Ладно. Ты, султан, турецкий, чёрта лысого, брат. Собакин сын ты, султан. И как это переводится? Короче, они тебе с самого начала конкретнейший, мощнейший такой салам кидают тебе, понял? С самого заезда. Ну и всё, и так же, по той же пьесе. Всё то же самое. Эй, вот пошёл. Что? Ну дальше читай. Дальше читай. Э? Ну, короче... Який ты, чёрта лицарь, колы-голою срахою и жаканым бишь. А чё ты плачешь? Обидное чё-то написали, что ли? Нет, наоборот. Я просто сентиментальный очень. Я не могу такие приятные вещи читать спокойно. Ну ладно, тогда раз такие приятные вещи не читай. Я могу перевести тебе? Не, не надо, не читай, не. А дай я посмотрю, как там пишут. Ты же Кирилла Мефодицу не понимаешь. Дай я посмотрю. А чё это в конце написано? Поцелуй в седнице нас. Это переводится, во-первых, здоровье родителям твоим. А во-вторых, уважение в первую очередь. В первую очередь? Да. Всё, иди. Слушайте, пацаны, а может быть мы и своё письмо напишем, но только членам жюри? О, отличная идея! Значит, пиши, что они все... А что написали кременчудские казаки членам жюри, мы узнаем после оглашения результата. Кременчудские казаки членам жюри, Сборная кременчуга «Лукас» и «Игорь Ласточкин». «Игорь Ласточкин» и «Игорь Ласточкин» и «Игорь Ласточкин». «Игорь Ласточкин» и «Игорь Ласточкин».